Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 17 июля и я вот начинала сейчас уже выдавливать семена со всех томатов и одновременно провожу дегустацию. Конечно, самый первый томат, который захотелось мне продегустировать, это чудо земли, потому что остальные они, ну как, есть караспелые, там есть вот как русские колокола небольшие, а это именно те самые вот огромные томаты, которые мясистые, сахаристые, которые очень сладкие. Я признаюсь, что две помидорки я уже съела, поэтому я знаю, что они очень сладкие и очень вкусные. Если кто не знает, это среднеспелый индотерминатный сорт, он двухметровый, в теплице вырастает высокий, в открытом грунте чуть поменьше. Обязательно посынковать, обязательно подвязывать и плоды, вот такие классические томаты, округло-плоские плоды, вот как раньше были все вот такие томаты, ничего в форме обычного нету, но у него красивый, такой насыщенно-розовый цвет, почти малиновый. Он может быть супер крупным, но у меня, я вот сегодня вешала, взвешивала самый большой томат, у меня 471 грамм. Я еще раз объясняю, что я никогда не нормирую завязи, во-первых, а во-вторых, у нас очень жарко, они не очень крупные, но получились сильно-сильно сладкие. Я вот один, разломлю сейчас специально один томат. А, да, меня еще просили разрезать по экватору. Вот видите, как я зимой говорила, что по количеству камер определяется, какой это томат. Вот здесь, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь семенных камер, это значит, этот томат и по весу, и по количеству камер относятся к бифтоматам, то есть к сладким, мясистым, сахаристым. Сейчас разломлю какой-нибудь и покажу вам. Ой, руки после посынкования я пришла, не могу еще отмыть никак. Не знаю, какой раз. Показывать руки страшно, но вы не обращайте внимания, они не грязные, они от томатов после посынкования такие. Так, смотрите, какая арбузная мякоть. Вот это и есть, наконец-то дождалась я, вот этих мясистых, сахаристых, у которых вот такая арбузная мякоть. Смотрите, какая. Конечно, он вкусный, конечно, он сладкий. Я уже все попробовала, гарантирую вам, что если лето солнечное и условия более-менее подходящие, то такой томат, как Чудо Земли, обязательно будет и сладким, и мясистым, и сахаристым. Иначе быть не может, потому что это именно вот этот вот сорт, у которого крупный плод, который не скороспелка. Все, я вот дегустацию провела. Действительно говорят, что у него мало семян. И правда, смотрите, у него больше всего вот это томатное мясо, а семянок-то, ну, совсем-совсем маленько. Вот, прям чуть-чуть камерки такие небольшие. Бывает же много семенной. Вот это именно мясистый, малосеменной томат. Все, до свидания. Следующим будет у нас, вот тоже лежат на очереди красавцы, не менее сладкие. Смотрите, вот эти русские колокола. Ну, не красота ли? Все, до свидания.